Документальный фильм «Непобеждённый» 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 Ну, ощущения всегда одинаковые. Почему? Потому что пока что я всегда возвращался только с победой. И так радостно на душе бывает. Возвращаешься, встречаю там семья, друзья и поздравляют. Не хочу менять такое ощущение. Я хочу всегда выигрывать и возвращаться только с победой. А ты знаешь, как мне не раз рассказывали некоторые чемпионы, ну в частности по дзюдо, по вольной борьбе, олимпийские. Они говорят, что олимпийский чемпион не принадлежит себе, он принадлежит народу. Вот есть такое, что затаскивают по тем же самым телеэфирам, по гостям? Ну, есть такой момент. Но знаете как, в последнем бою, когда я готовился, было очень много, ну много людей приходили, много внимания было, много интервью, съемок. И я тренеру говорил, Хавиру Мендесу, но он тренер в ОК. Я ему говорю, я конкретно устал, говорю, может сегодня скажешь, что сегодня я не принимаю. Он говорит, если ты не хочешь, чтобы никто не проходил, ты можешь просто проиграть и никто не придет. Пока ты выигрываешь, они будут приходить и ты должен расслабиться и понять, что это одна из частей твоей работы. И тем не менее, да, я и самому Хабибу лишний раз напомню, он непобежденный. Пока что этих самых поражений не было. Именно так, непобежденный. Назывался фильм, который вышел и не раз в эфире канала Матч ТВ. Давайте посмотрим лучшие кадры этого фильма. Мы выросли в таких суровых условиях, в горах. А вот какой-то пример сама. Давай попробуем на них. В другом. Даже когда я спал, даже мне снилось, как я же буду играть. Отец вырастил, не тренировал, а вырастил четырех бойцов в UFC, более 20 чемпионов мира по боевому самбо. И я думаю, что его заслуги тяжело будет кому-то затметь. Я ни на одном бою Хабиба не был в Америке. Как и всем россиянам, среди тех, как это 140 человек, и мою аннулировали на три года в UFC. Семь миллиардов людей со всего мира здесь собраны лучшие бойцы. Становится топ-10 и дерется с пятым номером в мире. И ты на что-то жалуешься. А вообще кто тебе сказал, что будет легко? Подряд три травмы. Он не дрался два года. Были упущены лучшие два года из спортивной биографии. Хочу войти в историю смешанных единоборств, как один из лучших бойцов. Это одна из тех целей, которые я преследую. На самом-то деле много еще чего любопытного было в этом фильме. Вы можете его посмотреть на сайте матч-тв.ру и не только. Хабиб, мне запомнилась одна фраза одного из твоих друзей в этом фильме. Он сказал, что, как говорит сам Хабиб, у него рекорд, показатель побед-поражений на улице лучше, чем в UFC. А когда последний раз приходилось что-то доказывать на улице? Если, конечно, исключить драку, ну вот эту потасовку с Макгрегором. Ну, это я не сказал бы, что это драка. Вы сами видите, там столько камер, столько охранников, я и понимал, что нам не дадут подраться. Но это ерунда, были более серьезные драки. Ну, бывало, что отец меня наказывал, бил даже, чтобы я не дрался на улице. Почему? Потому что я уже когда начал серьезные результаты показывать по любителям, уже ты, можно сказать, почти профессионал, ты можешь человека покалечить на самом деле. И, ну, на тот момент я это не догонял, не понимал. Но после того, как я уже начал по профессионалам драться, я перестал драться на улице. Ну, в Америке было у меня так, что... А кто-то хочет наоборот? Эй, чемпион, подойди-ка, покажи, да, насколько ты силен. Вот с таким посылом. В Америке было у меня, когда стоял в очереди на кассе, там пьяный мужик приставал и докапывался перед тем, кто стоял впереди. Но и я в том числе стоял впереди. Когда он до меня дошел, я ему сказал, успокойся, я профессиональный боец, да. Ну, у нас там на Кауказе не принято говорить, я такой-то человек, оставь меня, да. Но в Америке я обязан это говорить. Почему? Потому что если бы я там подрался бы, я не пришлось бы перед законом ответить, могли бы меня посадить. Я его предупредил, он такой резко так отрезвел. Я ему говорю, я профессиональный боец, я могу тебе лицо сломать, ты должен успокоиться. И он так резко отрезвел, посмотрел на меня, через пару минут говорит, а где ты дерешься? Я говорю, ну это уже другой разговор. Я бы сказал, что Хабиб объяснил ему на дагестанском, английском, да, что так делать не стоит. Хабиб, знаешь ли ты, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Ну, я-то знаю, но я не особо так слежу. За этим я понимаю, что с вами страница так. Я тоже понимаю, что на самом деле скромность. Скромность сейчас, да. Есть такой момент, есть такой момент. И тем не менее, я выдам немножко Хабибу. Дело в том, что он на моих глазах, непосредственно перед этим эфиром, чтобы вам, телезрителям, рассказать, что такой эфир будет. Тоже в Инстаграм заходил и какие-то комментарии там наставлял. Всегда ли только ты выкладываешь вот эти фотографии замечательные, какие-то видеопосты? Нет, только я. Только ты? Да, это я веду. Даже многие меня спрашивают, это ты ведешь? Я говорю, да. А вы удивляетесь, почему? Потому что я ставлю там, где нужно запятые. Или вы думаете, что спортсмены не умеют ставить запятые или еще что-то? Советуешься с кем-то? Или всегда? Или может быть где-то проверишь? Может быть в Google, правильно ли запятая поставлена? Нет, в детстве я ходил на дополнительные уроки и с орфографией у меня все нормально. Хабиб, мы понимаем, что огромное количество комментариев, тысячи комментариев всегда под каждым твоим постом, и ты на все ответить не можешь. Мы за тебя сделали некую работу, отфильтровали самые интересные вопросы из Инстаграма. Давай попробуем на них ответить. Добро пожаловать в Казахстан, Хабиб. Как тебе Алмата? Ты побывал в этом городе? В Алмате я был второй раз. Первый раз, я когда приехал, был полсутки, там провел семинар, улетел. Вот сейчас мы там были пару дней. Я, Ислам Махачев, брат мой, Абубакар и Зубаир Тухога, на четверых пригласили. Мы провели довольно-таки интересные пару дней. Там очень серьезно встретили. Большое спасибо нашим братьям, которые нас встретили. Мы тебе готовы, кстати, напомнить о том, что происходило там, в Казахстане, потому что, ну, встречали тебя просто как звезду рок-н-ролла. Огромное количество болельщиков, все преследовали твой автомобиль. Скажи, пожалуйста, тебя вот не стесняет вот такое положение делать или уже привык? Я бы сказал бы, я даже не готов к этому. К какому-то поводу событий я даже не готов. Когда приехал в Алматы? Вообще вот, после этого боя я почувствовал это. Вот такую популярность? Слишком много внимания, да. То есть чувствовал себя некомфортно именно там, когда за тобой погнались болельщики? И дома в Дагестане, и в Москве здесь, когда прилетел, и там в Казахстане. Но после боя там, повсюду, где я был, я чувствовал, что, ну, неудобно, так скажем, да. Давай как раз-таки посмотрим на те самые кадры и вспомним, как это было. Давай, 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 риска. Целая колоннада выстроилась, чтобы на тебя посмотреть. Скажи, пожалуйста, а вот какой-то пример, случай какой-то совершенно непонятной просьбы от болельщика, да? Ну, я не знаю, кто-то, может быть, просит, а ударь меня, чтобы на память остался фингал, или распишись на каком-то необычном месте. У меня была такая просьба. Вадим попросил меня, чтобы я его задушил до потери сознания. Но я ему сказал, я тебя вырубать не буду, я что-то придержу тебя, чтобы ты понял. Показать технику, да, прочувствовать. То есть ты это сделал? Ну, я его не вырубил, но так задушил, что-то прилично. Кстати, это, может быть, будет в тему. Любопытно, что сегодня, когда Хабиб только зашел в Греберную, матч ТВ, сразу же пошла кровь из носу у Павла Занозина. Ну, вот так оно получилось. Совпадение? Не думаю, как говорится. Нет, я его не бил. Ладно, погода такая. Хабиб, на рынке в Хасавюрте тоже была очень любопытная история. Мы готовы видео это показать, когда тоже люди стали тебя узнавать. Давай тоже прокомментируем эти кадры, как это было. Ну, давай сначала посмотрим, потом прокомментируем. Вашему вниманию. Кто это там? Вот Хасавюрте. Приехал сам с собой фоткаться. На рынке скидки сейчас. Что потом начало происходить? Где начали подходить? Ну, это наш родной город, Дагестанский Хасавюр. Там столько олимпийских чемпионов выросло. И там спортсмены всех узнают. А это нашего близкого товарища рынок. Мы приехали к нему погостить. И такой сюрприз показал, сделал. А баннер повесил? Да, это на входе в рынок такой большой, этот показ. Ну, и я так понимаю, наверное, ты и за хлебом-то не можешь в магазин выйти, чтобы не сфотографироваться с кем-то. Ну, бывает иногда, я же тоже живой человек. Мне тоже хочется там выйти погулять, в магазин сходить. А, допустим, на метро поездить, ты не чураешься? Или исключительно на автомобиле? Если дело касается, например, той же Москвы. Нет, я часто езжу в метро. Ну, надел капюшонку, зашел особо... Пытаешься скрыться, да? Главное, чтобы, когда один тебя узнает, он начинает фоткать, люди начинают обращать внимание, тогда узнают. Главное, чтобы первому не попасться, и все. А я уже научился скрываться. У меня уже есть техника. Хабиб, а бывают ли у тебя какие-то, может быть, конфликтные ситуации с теми же болельщиками, с теми же журналистами, например? Не то, чтобы я напрашиваюсь, да, но всякое же ведь бывает, общения много. Бывает, но приходится, ну, держать себя в руках, ну, на провокации не поддаваться. Бывает, что провокации тоже бывают. По-разному бывает. Знаете, когда, ну, популярность, она штука такая, ты можешь ее в правильную сторону направить. Точно так же она может и против тебя сыграть. Так, приходится за всем следить, так скажем. Это одно и то же, как будто ты по лезвию ходишь. Ты очень-очень серьезно приходится за собой следить. Давай, Хабиб, вспомним как раз-таки похожую ситуацию, когда один из представителей СМИ, скажем так, чуть было не выявил Хабиба из себя. Послушай, UFC прислали мне два контракта. Почему ты ничего об этом не сказал? По-моему, я говорил. Послушай, если ты считаешь, что UFC использовали мое имя, почему ты не написал об этом? Я написал. Почему ты не честен со мной? О чем ты? Я честен с тобой. Почему ты говоришь со мной, как с другом? Для меня верность на первом месте. Если не знаешь, что это такое, зайди в гугл-переводчик. Когда я понял, что ты играешь в игры, тогда я заблокировал тебя. Я верный человек. Всю свою жизнь я остаюсь с верными людьми. Но я чувствую, что ты не такой. Поэтому заблокировал тебя. Ты будешь драться с победителем боя Конор Эдди? Я хочу подраться с тобой. О, это здорово. Ну, так я понимаю, так и не подрались. На грани был, Хабиб? Не, не, не был. Держался. Сто процентов контролировал ситуацию. Просто хотел высказать ему свое мнение. Почему? Потому что раньше я ему постоянно эксклюзивно давал интервью. Но в этой теме он довольно-таки известный. Один из лучших. И когда мне выслали два контракта, когда я показал всему миру, что я подписал два контракта, он молчал об этом и постоянно пиарил бой Макгрегор против Альвареза. Ну, я же тоже наблюдаю, я тоже смотрю и понимаю эту структуру, структуру СМИ, как она работает. И я его заблокировал, а потом он подошел ко мне и начал жаловаться. Я ему объяснил, почему я это сделал и все. Последний вопрос, перед тем, как уйти на рекламу, я вижу, что у тебя очень-очень серьезные успехи в плане английского. Быстро ли ты хватаешь вот эту информацию, эти слова, все-таки специфика еще ведь бойцовская, да, какие-то термины? Вы знаете, я пришел к тому, что, ну, где-то года два назад я пришел к тому, что если ты варишься на Западе, тебе нужно знать английский, тебе нужно учить. Ну, я не хожу ни на какие курсы, но я работаю над собой. Я постоянно стараюсь общаться и изучаю там разные слова, разные выражения и, так скажем, работаю над собой. Продолжаем работать над собой, над этой программой. У нас впереди небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор с Хабибом Нурмагомедовым. Искать тебя там. Вот таки, когда мне выслали два контракта. Как с другом. Продолжаем эфир программы «Реальный спорт». У нас в гостях Хабиб Нурмагомедов, боец UFC, непобежденный. У нас здесь студии. Хабиб, скажем так, мы не то чтобы хакеры, но сумели пробраться в твой телефон, может быть, даже и с твоей помощью, и посмотрели личные фотографии, которые еще ни разу не попадали в сеть. Давай их попробуем обсудить. Я знаю, что ты, может быть, небольшой любитель свою личную жизнь обсуждать, но хотя бы то, что нам доступно. Вот такие селфи в исполнении Хабиба. Что скажешь? Ну, это все троем взрослые. Это отца, братья. Один старший, двое младших. Тот мой двоюродный брат. Ну, с семьей гуляем. Мало времени бывает. У меня проводить с семьей. И когда бывает, мы постоянно видимся, советуем. Я советую с ним, общаемся. А здесь я уже с исламом, на отдыхе, так скажем. И я так понимаю, это твое любимое блюдо, шашлыки? Я бы сказал, это наше любимое блюдо. Мы очень любим шашлыки, мясо. Так что... Разрезай той самой дамасской сталью, о которой ты говорил в фильме. А это я был в Италии в этом году, в начале года. Ты реализовал свою мечту. Ты же потому что был в Северной Америке, в Южной, в Азии, ни разу не был в Европе. Я просто не выставлял это. Почему? Потому что хотел там отдохнуть, чтобы никто не знал, что я там нахожусь. То начали бы искать тебя там? М-м-м. Сто процентов? Есть такой момент. А здесь я уже, это последний бой. За пару часов до завершения гоняю весь. Вот, близкие мои люди здесь рядом поддерживают. Это очень такой тяжелый, тяжелая сгонка веса была, так скажем. Хабиб, это, кстати, всегда отдельная история для каждого борца. Я тебя очень хорошо понимаю. Точнее, я-то тебя как раз таки не понимаю, потому что мне 15 килограммов никогда не доводилось гонять, да, при том, что тебе нужно в 70 уложиться. Как ты к этому привык? Ну, я бы сказал бы, к этому не привыкнешь, к этому не привыкают. Бывает очень тяжело, просто с пониманием к этому относишься. И вот слово «надо», оно очень много дает тебе сил. У каждого борца, представитель единоборств, есть какая-то своя смешная история про сгонку веса? Ну, сгонка веса, у меня была такая смешная история. Когда я не сделал вес, 2013 год, май, в Вегасе. Я помню, до вечера, за две недели мы с другом, с Эседом, снимали, как мы кушали клубнику с нутеллой. И отправляли друзьям витаминное обогащение, там, и так далее, шутили. И потом, когда я приехал, они мне показывают это видео и говорят, вот почему ты вес не сделал. Ну, и, насколько я понимаю, в обыденный, в такой, вне соревновательный период, когда еще конкретно какой-то дате не нужно готовиться, у тебя 85 вес, примерно такой. Вы знаете, борцов и бойцов неприлично спрашивают, как и женщин вес и возраст. Так скажем, это такое правило среди нас существует, так что не хотел бы озвучивать точно свой вес. Хорошо, вот такой секрет Пали Шинели, да, как говорится. Ну, ладно, давай посмотрим видео тоже из твоего телефона. Что здесь происходит? Здесь Ислам отжимается на двух пальцах. Кто думает, что это легко, можете повторить. И он соревнуется, там, с кем-то соревновались, и... Ну, Ислам такой, любит такие соревнования. На двух пальцах, да? То есть он там третий не подставлял? Да, на двух пальцах, на двух пальцах. А здесь готовлю Шамиля, после боя прилетел, он пару дней назад выиграл свой бой в Ярославле. Это просто сняли, как мы готовились. Это фанаты? Да, это уже фанаты, да. Где, кстати, чаще узнают? За рубежом. Через неделю после моего боя я подписал эксклюзивный контракт с нутроболик, с спортивным питанием. И там было столько людей туда пришло. Здесь отдых? Это уже отдых в горах Дагестана. Любимое место для отдыха этого города? Я думаю, я бы сказал, самое любимое место. Это горное озеро? Да, это горное озеро. Это у нас в горах Дагестана. И оп! Понятно, да. Ну, в общем, 6 и 0 за вход в воду. Ну, вот вопрос, да, который пропустили. Где чаще всего именно за рубежом узнают? В какой стране? Я думаю, в Калифорнии. В Америке, в Калифорнии. Почему? Два года назад я его спрашивал. Он... Просто он сказал, скоро, да? Ну, мое личное мнение, чтобы им приехать в Россию, им нужно приехать сюда и изучить наш рынок. Почему? Потому что, ну, российский рынок ММА и вообще российский бизнес в корне отличаются от бизнеса в Америке. У нас дела решаются по-другому, там дела решаются по-другому. Я думаю, им просто нужно приехать и провести такую разведку, так скажем. Хабиб, прежде чем мы еще раз уйдем на небольшую рекламу, мы договорились, Гюри Мерны, что ты некую сенсацию, некий инсайт нам готов оповестить относительно предстоящего боя. Прошу. Ну, на процентов 90 уже все договорено. 4 марта UFC 209 в Лас-Вегасе за временный титул с Тони Фергюсоном. Просто ждем его звонка, ждем его ответа. UFC ему звонит, я знаю. И в Твиттере он болтает одно, а в реальной жизни он совсем по-другому. Четвертое. Марта, UFC 209, Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фергюсон. Наконец-то ждем, конечно, ответа Фергюсона. Ну и ждем еще буквально несколько минут до того момента, когда мы вернемся в эту студию. И здесь мы ожидаем еще и отца Хабиба Нурмагомедова. Возвращаемся в студию программы «Реальный спорт». Вместе с нами Хабиб. Наш родной город, Дагестанский Хасавюр, там столько олимпийских чемпионов выросло. И там спортсмены всех узнают. А это нашего близкого товарища рынок. Мы приехали к нему погостить и такой сюрприз показал, сделал. А баннер повесил, да? Да, это на входе в рынок такой большой этот покат. Ну, и я так понимаю, наверное, ты за хлебом-то не можешь в магазин выйти, чтобы не сфотографироваться с кем-то. Ну, бывает иногда, я же тоже живой человек, мне тоже хочется там выйти погулять, там в магазин сходить. А, допустим, на метро поездить, ты не чураешься или исключительно на автомобиле, если дело касается, например, той же Москвы? Нет, я часто езжу в метро. Ну, одел капюшонку, зашел особо... Пытаешься скрыться, да? Главное, чтобы, когда один тебя узнает, он начинает фоткать, люди начинают обращать внимание, тогда узнают. Главное, чтобы первому не попасться и все. А я уже научился скрываться. У меня уже есть техника. Хабиб, а бывают ли у тебя какие-то, может быть, конфликтные ситуации с теми же болельщиками или с теми же журналистами, например? Не то, чтобы я напрашиваюсь, да, но всякое же ведь бывает, общения много. Бывает, но приходится, ну, держать себя в руках, ну, на провокации не поддаваться. Бывает, что провокации тоже бывают. По-разному бывает. Знаете, когда, ну, популярность, она штука такая, ты можешь ее в правильную сторону направить, точно так же она может и против тебя сыграть. Приходится за всем следить, так скажем. Это одно и то же, как будто ты по лезвию ходишь. Ты очень-очень серьезно приходится за собой следить. Давай, Хабиб, вспомним как раз-таки похожую ситуацию, когда один из представителей СМИ, скажем так, чуть было не выявил Хабиба из себя. Послушай, UFC прислали мне два контракта. Почему ты ничего об этом не сказал? По-моему, я говорил. Послушай, если ты считаешь, что UFC использовали мое имя, почему ты не написал об этом? Я написал. Почему ты не честен со мной? О чем ты? Я честен с тобой. Почему ты говоришь со мной, как с другом? Для меня верность на первом месте. Если не знаешь, что это такое, зайди в гугл-переводчик. Когда я понял, что ты играешь в игры, тогда и заблокировал тебя. Я верный человек. Всю свою жизнь я остаюсь с верными людьми. Но я чувствую, что ты не такой. Поэтому заблокировал тебя. Ты будешь драться с победителем боя Конор Эдди? Я хочу поддраться с тобой. О, это здорово. Ну, так я понимаю, так и не поддрались. На грани был, Хабиб? Не, не был. Держался. Я 100% контролировал ситуацию. Просто хотел высказать ему свое мнение. Почему? Потому что раньше я ему постоянно эксклюзивно давал интервью. Но в этой теме он довольно-таки известный. Один из лучших. И когда мне выслали два контракта, когда я показал всему миру, что я подписал два контракта, он молчал об этом и постоянно пиарил бой Макгрегор против Альвареза. Ну, я же тоже наблюдаю, я тоже смотрю и понимаю эту структуру СМИ, как она работает. И я его заблокировал. А потом он подошел ко мне и начал жаловаться. Я ему объяснил, почему я это сделал и все. Последний вопрос. Перед тем, как уйти на рекламу, я вижу, что у тебя очень-очень серьезные успехи в плане английского. Хабиб, мы понимаем, что огромное количество комментариев, тысячи комментариев всегда под каждым твоим постом, и ты на все ответить не можешь. Мы за тебя сделали некую работу, отфильтровали самые интересные вопросы из Инстаграма. Давай попробуем на них ответить. Добро пожаловать в Казахстан, Хабиб. Как тебе Алмата? Ты побывал в этом городе? В Алмате я был второй раз. Первый раз, я когда приехал, был полсутки, там провел семинар, улетел. Вот сейчас мы там были пару дней. Я, Ислам Махачев, брат мой, Абубакар и Зубаир Тухога, на четверых пригласили. Мы провели довольно-таки интересные пару дней, там очень серьезно встретили. Большое спасибо нашим братьям, которые нас встретили. Мы тебе готовы, кстати, напомнить о том, что происходило там, в Казахстане, потому что, ну, встречали тебя просто как звезду рок-н-ролла. Огромное количество болельщиков, все преследовали твой автомобиль. Скажи, пожалуйста, тебя вот не стесняет вот такое положение делать или уже привык? Я бы сказал бы, я даже не готов к этому. Какого-то события я даже не готов. Когда приехал в Алматы? Вообще вот, после этого боя я почувствовал. Вот такую популярность? Слишком много внимания, да. То есть чувствовал себя некомфортно именно там, когда за тобой погнались болельщики? И дома в Дагестане, и в Москве здесь, когда прилетел, и там в Казахстане. Ну, после боя там, повсюду, где я был, я чувствовал, что, ну, неудобно, так скажем, да. Давай как раз-таки посмотрим на те самые кадры и вспомним, как это было. Давай, 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 риска. Целая колоннада выстроилась, чтобы на тебя посмотреть. Скажи, пожалуйста, а вот какой-то пример, случай какого-то совершенно непонятной просьбы от болельщика, да? Ну, я не знаю, кто-то, может быть, просит, а ударь меня, чтобы на память остался фингал или распишись на каком-то необычном месте. У меня была такая просьба. Один попросил меня, чтобы я его задушил до потери сознания. Но я ему сказал, я тебя вырубать не буду, я что-то придержу тебя, чтобы ты понял. Показать технику, да, прочувствовать. То есть ты это сделал? Ну, я его не вырубил, но так задушил, что-то прилично. Кстати, это, может быть, будет в тему. Любопытно, что сегодня, когда Хабиб только зашел в Греберную, матч ТВ, сразу же пошла кровь из носу у Павла Занозина. Ну, вот так оно получилось. Совпадение? Не думаю, как говорится. Я его не бил. Ладно, погода такая. Хабиб на рынке в Хасавюрте. Тоже была очень любопытная история. Теперь мы готовы видео это показать, когда тоже люди стали тебя узнавать. Давай тоже прокомментируем эти кадры, как это было. Ну, давай сначала посмотрим, потом прокомментируем. Вашему вниманию. Кто это там? Позже не полет. Вот Хасавюрте. Сам с собой фоткаться. На рынке скидки сейчас. Что потом начало происходить? Не начали подходить. Ну, это 7 миллиардов людей со всего мира здесь собраны лучшие бойцы. Становятся топ-10 и дерешься с пятым номером в мире. И ты на что-то жалуешься. А вообще кто тебе сказал, что будет легко? Подряд три травмы. Он не дрался два года. Были упущены лучшие два года. И спортивная биография. Хочу войти в историю смешанных единоборств, как один из лучших бойцов. Это одна из тех целей, которые я преследую. На самом-то деле много еще чего любопытного было в этом фильме. Вы можете его посмотреть на сайте матч-тв.ру и не только. Хабиб, мне запомнилась одна фраза одного из твоих друзей в этом фильме. Он сказал, что, как говорит сам Хабиб, у него рекорд, показатель побед-поражений на улице лучше, чем в UFC. А когда последний раз приходилось что-то доказывать на улице? Если, конечно, исключить драку, потасовку с МакГрегором. Ну, это я не сказал бы, что это драка. Вы сами видите, там столько камер, столько охранника. Я и понимал, что нам не дадут подраться. Ну, это ерунда, были более серьезные драки. Ну, бывало, что отец меня наказывал, бил даже, чтобы я не дрался на улице. Почему? Потому что я уже когда начал серьезные результаты показывать по любителям, уже ты, можно сказать, почти профессионал, ты можешь человека покалечить на самом деле. И на тот момент я это не догонял, не понимал. Но после того, как я уже начал по профессионалам драться, я перестал драться на улице. Ну, в Америке было у меня так, что... А кто-то хочет наоборот? Эй, чемпион, подойди-ка, покажи, да, насколько ты силен. Вот с таким посылом. В Америке было у меня, когда стоял в очереди на кассе, там пьяный мужик приставал и докапывался перед тем, кто стоял впереди. Ну, и я в том числе стоял впереди. Когда он до меня дошел, я ему сказал, успокойся, я профессиональный боец, да. Ну, у нас там на кассе не принято говорить, я такой-то человек, оставь меня, да. Ну, в Америке я обязан это говорить. Почему? Потому что если бы я там подрался бы, мне пришлось бы перед законом ответить, могли бы меня посадить. Я его предупредил, он такой резко так отрезвел. Я ему говорю, я профессиональный боец, я могу тебе лицо сломать. Ты должен успокоиться. И он так резко отрезвел, посмотрел на меня, через пару минут говорит, а где ты дерешься? Я говорю, ну, это уже другой разговор. Я бы сказал, что Хабиб объяснил ему на дагестанском, английском, да, что так делать не стоит. Хабиб, знаешь ли ты, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Ну, я-то знаю, но я не особо так слежу за этим. Я понимаю, что... Я тоже понимаю, что на самом деле скромность. Есть такой момент, есть такой момент. И тем не менее, я выдам немножко Хабиба. Дело в том, что он на моих глазах, непосредственно перед этим эфиром, чтобы вам, телезрителям, рассказать, что такой эфир будет. Тоже в Инстаграм заходил и какие-то комментарии там оставлял. Всегда ли только ты выкладываешь вот эти фотографии замечательные, какие-то видеопосты? Нет, только я. Только ты? Да, это я веду. Даже многие меня спрашивают, это ты ведешь? Я говорю, да, вы удивляетесь, потому что я ставлю там, где нужно запятые. Или вы думаете, что спортсмены не умеют ставить запятые или еще что-то? Советуешься с кем-то или всегда? Или, может быть, где-то проверишь? Может, правильно ли запятая поставлена? Нет, в детстве я ходил на дополнительные уроки. И с орфографией у меня все нормально. Быстро ли ты хватаешь вот эту информацию, эти слова? Все-таки специфика еще ведь бойцовская, да? Какие-то термины? Вы знаете, я пришел к тому, что, ну, где-то года два назад я пришел к тому, что если ты варишься на западе, тебе нужно знать английский, тебе нужно учить. Но я не хожу ни на какие курсы, но я работаю над собой. Я постоянно стараюсь общаться и изучаю там разные слова, разные выражения. Так скажем, работаю над собой. Продолжаем работать над собой, над этой программой. У нас впереди небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор с Хабибом Нурмагомедовым. Продолжаем эфир программы «Реальный спорт». Вот у нас в гостях Хабиб Нурмагомедов, боец UFC, непобежденный, у нас здесь в студии. Хабиб, скажем так, мы не то чтобы хакеры, но сумели пробраться в твой телефон, может быть, даже и с твоей помощью, и посмотрели личные фотографии, которые еще ни разу не попадали в сеть. Давай их попробуем обсудить. Я знаю, что ты, может быть, небольшой любитель свою личную жизнь обсуждать, но хотя бы то, что нам доступно. Вот такие селфи в исполнении Хабиба. Что скажешь? Ну, это все троем взрослые. Это отца братья, один старший, двое младших. Тот мой двоюродный брат. Ну, с семьей гуляем. Мало времени бывает. У меня проводить с семьей, и когда бывает, мы постоянно видимся, советуем. Я советую с ним, общаемся. А здесь я уже с исламом, на отдыхе, так скажем. И я так понимаю, это твое любимое блюдо, шашлыки? Я бы сказал, это наше любимое блюдо. Мы очень любим шашлыки, мясо, так что... Разрезай той самой дамасской сталью, о которой ты говорил в фильме. А это я был в Италии в этом году, в начале года. Ты реализовал свою мечту. Ты же потому что был в Северной Америке, в Южной, в Азии, ни разу не был в Европе. Я просто не выставлял это, почему? Потому что хотел там отдохнуть, чтобы никто не знал, что я там нахожусь. То начали бы искать тебя там? М-м-м. Сто процентов? Есть такой момент. А здесь я уже, это последний бой, за пару часов до завершения гоняю весь. Вот, близкие мои люди здесь рядом поддерживают. Это очень такой тяжелый, тяжелая сгонка веса была, так скажем. Хабиб, это, кстати, всегда отдельная история для каждого борца. Я тебя очень хорошо понимаю. Точнее, я-то тебя как раз таки не понимаю, потому что мне 15 килограммов никогда не доводилось гонять, да? При том, что тебе нужно в 70 уложиться. Как ты к этому привык? Ну, я бы сказал бы, к этому не привыкнешь, к этому не привыкают. Бывает очень тяжело, просто с пониманием к этому относишься. И вот слово «надо», оно очень много дает тебе сил. У каждого борца, представителя единоборств, есть какая-то своя смешная история про сгонку веса? Ну, сгонка веса, у меня была такая смешная история. Когда я не сделал вес, 2013 год, в мае, в Вегасе. Я помню, до завершения, за две недели мы с другом, с Эседом, снимали, как мы кушали клубнику с нутеллой. И отправляли друзьям витаминное обогащение, там, и так далее, шутили. И потом, когда я приехал, они мне... Претендент на чемпионский титул в легком весе, Хабиб Нурмагаведов. И он у нас сегодня в студии. 24 боя, 24 победы, слава не только в России, большая популярность. В частности, Хабиб является одним из самых популярных спортсменов в России по числу подписчиков в различных соцсетях. Хабиб, приветствую тебя. Приветствую. Ну, я знаю, что ты уже четвертый день в Москве. Признайся честно, надоела вот эта погода? Ну, есть такой момент. Конечно, от погоды тоже устаешь, но от людей больше устаешь, чем от погоды. От москвичей? Ну, от погоды хоть можно укрыться курткой, но... Ну, я надеюсь, что от меня ты сегодня не устанешь. Хотя, всячески, буду пытаться это делать. Хабиб, а с какими вообще ощущениями возвращаешься каждый раз на родину? Потому что сейчас у тебя много поездок, сейчас у тебя пока что вне соревновательный такой режим. Ну, ощущения всегда одинаковые. Почему? Потому что, ну, пока что я всегда возвращался только с победой. И так радостно на душе бывает, возвращаешься, встречаешь, там, семья, друзья и поздравляют. Не хочу менять такое ощущение. Я хочу всегда выигрывать и возвращаться только с победой. А ты знаешь, как мне не раз рассказывали некоторые чемпионы, ну, в частности, по дзюдо, по вольной борьбе, олимпийские. Они говорят, что олимпийский чемпион не принадлежит себе, он принадлежит народу. Вот есть такое, что затаскивают по тем же самым телеэфирам, по гостям? Ну, есть такой момент, но знаете как, вот в последнем бою, когда я готовился, было очень много, ну, много людей приходили, много внимания было, много интервью, съемок. И я тренеру говорил, Хавиру Мендесу, ну, он тренер в ОК, я ему говорю, я конкретно устал, говорю, может, сегодня скажешь, что сегодня я, ну, не принимаю. Он говорит, если ты не хочешь, чтобы никто не приходил, ты можешь просто проиграть и никто не придет. Да, пока ты выиграешь, они будут приходить и ты должен расслабиться и понять, что это одна из частей твоей работы. И тем не менее, да, я и самому Хабибу лишний раз напомню, он непобежденный. Пока что этих самых поражений не было, именно так, непобежденный. Назывался фильм, который вышел и не раз в эфире канала Матч ТВ. Давайте посмотрим лучшие кадры этого фильма. Мы выросли в таких суровых условиях, в горах. А вот какой-то пример самбо, давай попробуем на них. Даже когда я спал, даже мне снилось, как я же буду играть. Отец вырастил, не тренировал, а вырастил, четырех бойцов в UFC, более 20 чемпионов мира по боевому самбо. И я думаю, что его заслуги тяжело будет кому-то затметь. Я ни на одном бою Хабиба не был в Америке. Как и всем россиянам, среди тех, кто 140 человек, и мою аннулировали на три года бывшей визы.